Добрый день! Добрый день! Такие вопросы мы обсудим. Елена из Запорожья пишет, мы уже давно на каждой службе молимся о мире. Но неужели все так плохо молились, что Бог не услышал нас? Добрый день! Мы вообще живем так, как будто нас ничего не касается. Да и не знали многие, знать не хотели. Скорбят, вот, например, не знаю. Сейчас-то в Украине скорбят, понятно о чем. А в России тут многие, понимаешь, голуби мира скорбят, что они теперь в Таиланд полететь не могут. У них люди совершенно не думают друг о друге. И они не берут на себя ответственность за происходящее. А если бы христиане были серьезными, то наши молитвы, вот эти о мире всего мира и благостание Божьей в церкви и соединение всех, которые постоянно произносятся, они бы уже воплотились. Но мы очень мало ходим в церковь и очень несерьезно к этому относимся в общей своей массе. Поэтому это справедливо. Но кроме того, даже если мы молимся хорошо, а Божьи планы иные, то мы всегда говорим, да будет воля Твоя, и смиряемся перед тем, что мы не понимаем или не можем изменить. Это известно всем. Это и католикам известно, и протестантам. Это молитва Франциска, где он говорит, что дай мне силы изменить то, что я могу изменить. И дай мне терпение перетерпеть то, что я не могу изменить и мудрость отличать одно от другого. Так что еще и такой вариант есть. То есть много об этом написано в этой святой книге. О том, что иногда бывает поздно. Просто поздно спохватились, может быть, иногда. А кто-то просто несерьезно к этому отнесся. Поэтому да, справедливо упрек всему христианскому миру и всем христианам у нас в пространстве русской церкви, потому что несерьезно молились. Да и сегодня у нас процент верующих людей-то желательно, чтобы было больше, правда? Поэтому есть здесь недомоленность. На христианах всегда лежит вина, что они молились мало. Валентина из Днепра пишет, что моя семья разделилась. Сам надеюсь, что воровскую власть наконец посадят. Мы будем жить вместе с Россией в одной стране, а многие мои родные возненавидели Россию. И такие гражданские войны начались во многих семьях. Как быть с этим? Я должен вам сказать, что любой тектонический сдвиг, мы сейчас живем во времена тектонических сдвигов под нами, под всей вселенной земля колеблется, они проходят по сердцам и внутри семьи. Я помню прекрасно Майдан, с которого все это началось. Кошмар этот, весь этот логическое продолжение Майдана. Мне звонили люди, знакомые из Америки, Германии и других стран, и говорили тогда, еще когда был Майдан, просто убивали беркутят. И там, значит, еще какие-то там пытки были в Думе профсоюзов, мы их не видели. Это было все скрыто от глаз. Кровь уже лилась, но все чувствовали, что все плохо, просто не видели этого, картинки не было. Но тогда уже, уже тогда люди звонили и говорили, жена за этих, я за этих, там, значит, там, муж туда, а я сюда. То есть даже тогда. Поэтому не стоит удивляться, что в серьезное какое-нибудь такое событие вскрывает в человеке тайну. И мы так, значит, перемирьем, перемаргиваемся, здороваемся, там, вась-вась, там, т.д. А внутри носим, каждый свою дулю в кармане носит. А потом, когда это все вдруг ложь спадает, что спадает ложь, это сейчас, конечно, средствами этой индустрии брехливой пропаганды, там, этой всей, сейчас наводняется эфир, конечно, миллионами роликов фейковых. Но, в принципе, во время беды ложь слетает, как ненужная. И тогда обнажается то, что в сердце человека живет. Как с этим быть? Время лечит. Уверяю вас, время лечит, потому что многие раны, не зализанные до сих пор есть, в каких-то, таких, вроде, благополучных странах, как Испания, где была гражданская война, или Греция, или Аргентина. Там в 20 веке были такие же вещи. Но зализывается потихонечку. Время лечит, люди с годами успокаиваются. Опять-таки, если человек с Богом, то он постепенно приучается смиряться с волей Божией и оставляет все это. Язык, кстати говоря, напомню лишний раз, что все зло мира, все зло мира приходит в мир через злой язык. Поэтому чем меньше разговоров ненужных, чем меньше криков, а вот теперь, а вот они, и вчерашних разговоров. Вся кровь приходит после языка. Сначала язык, потом кровь. Это надо знать. Нельзя было петь, допустим, там, москаляку-нагеляку, потому что непонятно, кто на геляке окажется. Нельзя было радоваться сожженной вате, как они говорили. Они говорили это все. Нельзя было Порошенко говорить, что ваши дети будут сидеть в подвалах, потому что потом вдруг повернется все, и твои дети окажутся в подвале. Это язык злой. И в семье, чтобы был мир, нужно быть хозяином языка. Язык. Сдержанный язык – это полпобеды. Поэтому в семьях надо терпеть, меньше говорить. Бог все расставит на свои места, время полечит. Нужно время. Все, наступило время терпения. Дмитрий Киев. Знаю, что я из Львова бывал. Там видел на Лычаковском могилы львовян. Это одно из исторических таких древних кладбищ Львова, которые еще в начале 20 века стремились к объединению с Россией. Теперь Львов – центр ненависти к России. Да и мой родной Киев заражен русофобией. Как так получилось? Так получилось, дружи мой, из Киева, что получилось в силу того, что это плоды серьезных политических просчетов советского руководства. Дело в том, что в Западной Украине, в Закарпатье, было сконцентрировано огромное количество так называемых русофилов. Это были русские люди Украины, которые не видели своей истории и будущего без союза с Большой Россией. Они были православные и они были за Большую Русь. Так вот, их зачистили советы. То есть своих же людей, по сути, зачистили. А уновцы, там эти будущие, уже после войны, а после Первой мировой, там это, скажем, это украинско-националистическое движение, оно как раз бы там грелось и питалось, а потом они поехали в Канаду и оттуда уже там... Короче, получилось так, что националисты крайние, тяготеющие к нацизму и к вечной ненависти к России, сумели спастись от молота исторического. А под молот исторически попали русофилы Западной Украины. Они были, по сути, ликвидированы или потеряли политическую активность и переехали в другие места. Кроме того, и Киев сам наводнился в последнее время. Вы знаете, это был просто десант, еще начиная с Кучмы, его советники, его журналистский пул, там и все остальное. Это был, так сказать, десант из Западной Украины, воспитанный на ненависти, на постоянно тлеющие, никогда не потухающие ненависти к России. Они оккупировали Киев, была внутренняя мягкая оккупация. После Майдана 2014 года, это просто было в открытую, Киев, Одесса, Харьков были внутренне оккупированными городами. И они идеологически за 8 лет, это как раз срок с 1933 по 1941, с прихода Гитлера к власти до вторжения на территорию Советского Союза, ровно тот же срок. За эти 8 лет они успели, много. Родились новые дети, уже в садиках они уже там пели всякие кричалки, бродилки, они уже приучились матом разговаривать с детских лет на Путина там и все. Так что это успех промывки мозгов, плюс плоды геополитических ошибок советского руководства. Это все будет анализироваться, изучаться, и вы впервые, может быть, многие услышите об этих вещах, потому что, опять-таки, люди нелюбопытны, они ничего не знают за пределами своего носа или, по крайней мере, квартирного блока. А мы потом об этом будем говорить и вскрывать эти самые глубинные механизмы прошедшей истории. И четвертые до сегодня, на сегодня это хватит будет. Уже Галина из Херсона пишет батюшка, скорее бы, что это прекратилось. Амень, сестричка, амень. Скорее бы, что это прекратилось. Но до конца. Уже если вскрылся гнойник, уже нужно гнойник чистить, потому что так вот его там чуть-чуть подрежут, потом золотают, оно будет гнить дальше, неправильно, тогда лучше ничего не делать. Надо дочистить и заканчивать. Это значит гнойник, я имею в виду, дочистить и заканчивать. То есть нужно дойти до логических целей, до демилитаризации и денацификации нашей любимой страны, соседней. Как научиться прощать друг друга после того, что происходит сегодня? Скажу вам, друзья мои, что не замахивайтесь так далеко. Сегодня о прощении говорить не надо. В том смысле, что говорить можно, но ничего не получится. Особенно у тех, кто на глазах у кого-то расстреливают кого-то, или кто реально пострадал. Сейчас с прощением, например, к ДНР не обращайтесь. Они хотят дойти до Киева и закончить там то, что началось в Киеве. Это их естественное желание. То есть доходить нужно до Рейхстана. А вот думать нужно о ближайшем кирпиче. То есть берите ближний кирпич. То есть меньше разговаривайте на политические темы, меньше что-либо обсуждаете. Если можете, воздержитесь от избытка новостей, потому что большая половина из них это брехня гебель собская. Вот в нашей прекрасной стране. И лучше не замусоривать себе голову, не рвать себе сердце. Если умеете, открывайте псалтирь. И внимательно, не спеша, как во сне, как при замедленной пленке. Слово за словом пытайтесь донести до своего сознания святые слова царя Давида. Потому что там все есть. Там вы увидите ответы на все ваши вопросы. А потом, когда все совершится, даст Бог, благослови Боже, чтобы все совершилось правильно, тогда надо будет уже трудиться над своим сердцем. И уже там, кого простить, простить, кому забыть, забыть. Опять-таки там будет длинная внутренняя работа. Поэтому не спешите сейчас всех прощать. Сейчас просто устранитесь от избыточных эмоций, фильтруйте информацию, сидите дома, если можете, молитесь. Все остальное будет решаться потом. Вот примерно такие вопросы, братья и сестры, идут от внятных людей, от людей, которые со страхом, конечно, и с тревогой, но с пониманием смотрят в окно или в телевизор. И эти вопросы мы так бегло обсудили, потому что сегодня стрима не будет, сегодня будут другие передачи. А я с чего начал, тем и закончу. Добрых дней желать не буду никому, потому что это иногда звучит как издевка. Но скажу вам суровые слова, любимые слова суровые Иоанна Златоуста. Слава Богу за все. И потом мы все это поймем с еще большей очевидностью и ясностью. Да хранит вас Господь. Аминь. 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 Продолжение следует...